У него есть диплом Строгановского училища, но по классическим канонам изобразительного искусства этот художник не работал никогда. В картинах Рудольфа Корягина, которую он сегодня представил на персональной выставке в Новосибирске, можно найти мотивы Врубеля, Шагала и Ван Гога. Наш корреспондент Анастасия Чернышева о необычных портретах и пейзажах. В 90-е годы прошлого века этот художник ставил самые смелые эксперименты. Скептическое отношение к академическому подходу со времен учебы в московской Строгановке заставило Корягина взять курс на поиск новых форм и приемов в искусстве. Приехав в Кемерово, художник выкупил здание старого летнего кинотеатра и создал первую частную галерею в Кузбассе. Вместе с амплуа галериста Корягин упорным трудом раскрывал и свой талант. Многие ценители, посетившие сегодня открытие выставки, поразились многогранности его творчества. Первый раз я вижу его живопись. Давно, будучи с ним знакомым, он мне присылал телеграмму, чтобы я приехала на выставки. Но выставки он все время делал чьи-то, понимаете, и наших художников там же в своем салоне. И тут я вот это впервые вижу, тоже я была просто потрясена. Я думала всегда, что он просто скульптор. Замысловатые абстрактные линии и фотографическая точность портретов. Рудольф Корягин успел поработать во всех видах изобразительного искусства. В шести десятках его работ не повторяется ни один сюжет. А образы для картин рождаются тогда, когда краски смешаны, а кисти уже в руках. В процессе, как говорится, работа над холстом, появляется образ. Потом он разрабатывается дальше. И со временем получается, как, ну, допустим, этот автопортрет. Ну, это только свойственно, я не знаю, ну, я просто так работаю. Сейчас Рудольф Иванович не работает с холстом. Начался период зодчества. В городе Таштаголе Кемеровской области художник своими руками строит большой дом по авторскому проекту. Говорит, чтобы в новом просторном жилище хватило места всем картинам, а на улице был разбит парк с скульптурами, нужно поработать еще лет 20. Анастасия Чернышева, Александр Егоров, Новости ОТС.